Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 813. События дня. Псалом 33, 19. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. Но бывает, что человек ничего не может противничать на каждом шагу. Смиренный. Это за 6 марта 2018 года. Притчи, 22 глава, 10 стих. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Ну а почему его к Богу не обращать? Когда говоришь это, да какие же вы верующие, да вы бы работали с ним, пьяница. Ну как я буду работать, когда он даже не слушает это. Но сейчас давай нас потеряем. Он кощунствует над всем. Все веритики, все. А сам нигде не знает. Только что причащался, и вдруг все это по боку. А что с ним делать? Ничего не только прогнать. Прогони его, Господи. Прогони. Вихрем и ветром, чтобы пыли не осталось за ним. Больше ничего нельзя. И удалится раздор. А раздор тебе нужен, тогда вякой. Вякой. И говоришь, что надо было отродиться над ним, душу его спасать. А что, он не знает ничего. Иисус Новин 11.20. Ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое, и войною встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию, и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. Вот думайте о эти слова. Чтобы ему дать повод, Господу, чтобы истребить. Вот у нас есть свой, живет по терябке. Кто бы с ним не ехал, он против общины, говорит. В общины. А то какое же надо сердце иметь, чтобы так терпеть. И куда что нужно помочь, поможет. Но дорога человека в полную темноту погружает. Любыми путями сделать зло. И не понимает ничего. У самого такие несчастья в семье, полное ослепление злобою. А что сделать? Да ничего. Поэтому Господь приготовил ему полную чашу, так, что, говорит, и черепки оближет. От Господа было то, что они ожесточили сердце свое. Это от Бога. Сделал так. И войной встречали Израиля, верующих. А почему? Для того, чтобы преданы были заклятию. Чтобы не было им помилования. Но чтобы истреблены были, то есть у Бога обязательно есть обоснование. Они могли встретить их хлебом и солью? Нет. Они сказали, дорога только пройти. Мы не потопшим, не в сторону воды. Даже за воду будем пить, из колодца идти заплатим. Не пустили. Господь сказал. Ну, тут я говорю, посмотреть ролик. Наш ролик стоял, его вытащили из середины. Я был на Берсеневке, там 200 метров, может быть, от Храма Христа Спасителя. У Игумена Кирилла Сахарова, Московский Патриархат. И там меня спрашивали, интервью брали. Он о нас говорил. Посмотрите, очень интересно. Как раз у него столы стоят. Храм тот снимает. И через крышу там своего храма видно купола Храма Христа Спасителя рядом. И одна там и с мужем, сербом, в военной форме, спрашивала об евреях и мусульманах. Как я говорил. Галина Загуляева. Мир вам, Игнатий Тихонович. Посмотрела комментарии. Все мои добрые чувства, с которыми я приехал в тот день, были только для моих дорогих братьев. С любовью во Христе Иисусе. То есть она приехала с батюшкой, мы ее засняли, как она за столом, пришла, тут порядок навела. У нас сразу рыбу привезла и разные отзывы. Отзывы все хорошие, они... Ну я не трогаю, так как есть-то. Так. Я не притворялась для камеры и не старалась кому бы то не было понравиться. Ну другие, которые люди там вот понравились, какая женщина и все. Такая я и есть, с улыбкой до ушей. Вы же меня сами знаете, вот уже 19 лет. Конечно. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Возможно, котенок болеет от сидения в холоде, без движения в подполе. Кошкам холоден, не полезен. Может тоже, как голубям, в какой-нибудь ящичек на время вылета голубей, лишь бы в тепле. Андреев Вячеслав. Вот, заботятся. Вчера разговор был с Молдавией. И тоже спрашивает, ну как там пали ваши? Ну пришлось показать. Где она у нас сейчас? Где-то ее? Наверх, наверное, залезла где-то. Так. Юрий Соболев. Мир вам, Игнать Тихонович. У известного немецкого философа М. Хайдегера есть выражение. Философия – это желание всегда быть дома. Метафора глубокая и красивая. Метафора. Метафора. Метафора, да. Есть краткая... Если кратко сказать, то так что? Здесь кратко речь идет о желании припасть к истоку бытия, истине и не покидать ее. Перефразируя эту мысль, можно сказать так. Христианство – это желание всегда быть дома. Там, где Отец наш Небесный. Там, где наше подлинное Отечество. Таким посольством на земле является Церковь Христова, апостольская, соборная. И вот в этом свете известны слова о том, что кому Церковь не мать, тому Бог не Отец. Весьма точный и справедливый. Вот таки пряно-карфагеновское выражение. Если у человека нет этой внутренней априорной установки, нет чувствования этого, у него нет желания быть дома, в чертогах Небесной Отчизны. И тогда, как вы говорите, значит прописка в другом месте. И тогда да. И тогда да. Как вы говорите, значит прописка в другом месте. Его нельзя не убедить ничего. Почему? Потому что книгу жизни не написан. Он в аду уже прописан. И ходит в Церковь, и смердит, и все недоволены. Ничего нельзя сделать. Он прописан в другом месте. Это мое выражение-то. И он, значит, ухватил его. Видите, какая грамотная речь. В онтологическом смысле такой человек бездомный. И все, что он принимает за дом, суть иллюзерной соблазны Лукавого. Человек, сречащий быть дома, имеющий в себе внутреннее свидетельство об этом, даже находясь далеко от церкви, вне ее стен, всегда будет стремиться обрести эту отчизну, Христа, в том истинном ее божественном устроении. Стремиться к ней, не иметь покоя, пока не будет возвращен под незримые свободы, своды, своды, божественной благодати. Каким бы запущенным не пребывал этот дом в зримом мире. Я мысленно представлял себя в различных домах христианства. Ну, то есть, чтобы аптеистом, адвентистом, представляю я. Но внутренним согласием мой камертон отвечал и отвечает лишь на православие. Даже в том виде, в котором оно пребывает на сегодняшний день. А любимой комнатой в этом доме являются ваши труды, Игнатий Иванович. И сколько бы ни читал, ни смотрел, ни слушал, не могу напиться этим источником истины. Реками воды живой. Иван Галятяна, 7.38. Слава Иисусу Христу! Храни вас Господь! Вот он в Красноярске, преподаватель в университете государственном и в академии. И ведет еще занятия при митрополии своей. Вот смотри как. Он как-то сунулся там в недруге моей. Вот узнает, кто со мной, фамилия полностью. Сейчас на нее, заголяю Галину, допустим, сунуться, чтобы отвлечь ее, чтобы не встречаться с этим, лапковщина, то другое. И Дудин этот, я его одним словом характеризую, священник подлый, с большой буквы. А он его как врезал вот этим, он ни одного слова-то не знает. Поставлено миссионерским отделом. Ну, кормушка. Ничего не понимает, не знает, и главное, непорядочность. Сколько раз людей, видно, он своих там просил, чтобы меня заблокировали ВКонтакте. Больше тысячи людей иногда заходит, он всех их на две недели отбрасывает. Ну, какой же ты? Суда Божия вообще не признает. Галина Загуляева. Дорогой Игнать Тихонович, пишу вам с очень важной для меня просьбой. Я никогда не пытался нести свои поправки в ваши ресурсы, и никогда не советовал вам что-то удалять или добавлять. Но теперь очень вас прошу удалить два ответа на комментарии в этом видео, где я к вам приезжал. Я думаю, что вы их не заметили. Они содержат тексты интимного характера. Высылаю вам фото этих ответов на комментарии. Очень надеюсь, что вы отнесетесь с уважением, понимая, к моим чувствам. Так, вот посмотрите, я уже это оставлял где-то. Сейчас, может быть, сходу найдем. Так, вот где оно-то теперь найти-то его? Вот. Вот это вот? Так это нет. Нет. А что-то зарядить-то? Не знаю, что за это. Так. Ну, давай здесь вот. А, надо печатать. Надо печатать. Вот чтобы не печатать и сразу найти. Вот это где-то здесь вот сейчас увидишь. Откроется. Подожди, просто показать. Но оно не видно. Почему не видно-то, я не знаю. Утром выключается оно. Ага. Это новое опять поставили. А тут. Оп. Так. Это вот и задерживает. Да. Видишь, что не... Там, тут, это тормозит. А почему? Потому что у меня, оказывается, заказчика. Ночью остановился компьютер. Ну, там был, это, модем. И там идет заказчика. Трудно ей войти. Она не может тянуть. Слабенький такой. Иногда ролик один пять часов закачивает. Ну, вот здесь это можно увидеть. За столом она сидит. Я протащу, может быть. Посмотри. Просчитаем там. Нету? Вон там, видите, он... Да, это выбросило. А, выбросило. Да. Это уже выброшено, они здесь остаются только еще. Ну. Нету, да? Так, хотелось посмотреть, прям здесь же сразу сейчас. Это уже после этого много столько было. А где-то мы за столом сидим. Ну, что же сказать-то. Это я сейчас отвечать буду. Просто показать было бы, какая очень хороший ролик. Вот она. Вот она где, да. Это она, да? Да, да, да. Ну, сейчас прочитаем отзывы. Ну, что она как вот наворачивает долго, медленно. Вот мы приехали. Вот она приехала, Галина, наша батюшку привела. Написано, Галина с батюшкой, Галина Загуляева приехала. Общение любви во Христе Иисусе Господе нашим. Ну, вот зашли там, ну, люди-то такие, сквернавцы начали говорить. Ну, еще нету, не может сдвинуть с места. Ну, ладно. А раз она не может сдвинуть, наверное, не покажет эти комментарии. Комментарии просто показать хотел. Ну, что сказать. Ну, ролик пошел. Ну, ролик пошел, ищи там звук. Пошел. Ну, пошел она, значит, нет. Ну, ладно. А вот комментарии открылись. Вот открылись комментарии. О нашем поселении, там то другое. Ну, вот прочитай, выключи там звук. Считай комментарии. Какая приятная женщина. Пусть Бог вас сбережет и многие лета дает. Слава Богу. Чистой души женщина. Молочинка. Галина хорошая женщина. Дай вам Бог здоровья. Красивая женщина. Глаза добрые. Здоровья вам. Очень приятная женщина. Мне такую жену сразу видно, что хозяйственная. Вот, видишь как. Вот даже повлияло как где-то, не знаю. Точечная фигура. Какая точечная? Да. Точечная, точечная фигура. Ты не понимаешь, что это такое? Ну, это в талии имеется в виду. Точечная, точечная. Ну, давай, я не оскорбляю ее. Какая красивая женщина. Приехала, внесла светлую нотку в ваш мужской коллектив. Сколько в ней простодушия, простоты и душевности. Так она вся по-хозяйски располагает. Точно мне мозг ломаете. Это Татьяна какая-то, уже Эдикова, дальше. Какая красивая женщина. Это моя одноклассница. Большой ей... Ну, что вы... И большой ей привет от Любы. Енатель Михайлович, вы дергаете постоянно. Да, 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 я думаю дальше. Но он реально психолог. Разведет любого, как всех подводит под свою нужду. Красава. А ты о ком говорит? Да кто его знает. А? Не знаю, о вас или о ком. Конечно. Какая красивая девушка, мне бы такую жену. Мне бы такую жену, как Галина. Смотрю на нее и нарадоваться не могу. Харизматичная женщина, искренняя. Хорошие люди, не фанатики. Хорошая девушка, позитивчик сплошной. Галина прекрасная, простая и мудрая. Спасибо Богу за все. В жены бы себе такую. Хозяйка, это видно сразу. Радости ей семейное и здоровье. Хорошая девушка, такая добрая, шустрая. Дед, дед, талант. Мне бы жену такую светлую, добрую, любящую, да недостоин. Надо розги ввести, чтобы знали. Ну, на кого-то там это. Прекрасная женщина. Позитивная. Женщина. Женщина, да. Так. Дальше правильно. Правильно сказал. Да. Не прочитаешь. А это к нам в гости приехали. С нашим государством так и надо. Ну, вот видишь, даже. Еще нет. Ну, и какие-то там сквернавцы зашли и начали пакать. Ну, такие они везде есть. Им деньги за это платят. А там вот эти вот. Ну, тут еще отвечать надо что-то. Еще нет. Вот там, где это было. Ну, где? Вот. Вот эти два. Вот эти вот. Вот это? Ну, посмотреть здесь. Ну, на ответы на вот эти она говорит. Именно даже на комментарии кто-то зашли. Мы совпали мыслям. Ну, все такое. Тут остальное убрали. Ну, дело в общем, что... А вот это вы смотрели семь? Ну, семь. Ну, да. Я все смотрю как будто бы. Да я не смотрел, как бы ты мне не показал это. Кто-то говорит, что? Эй, мусульмане. Ну, как вам вера православная? Как женщина бледет себя? Ага. Мусульмане-то они воспитывают женщин. А у русских-то разболтаны. А тут сразу. Ответьте мне, пожалуйста. Кто эти люди? Почему они там все братья и сестры? Я здесь новенькая. Православные они. А братья и сестры, потому что все мы... Произошли от одной пары людей. От Адама и Евы. Братья и сестры, значит, родные друг другу. Ох. Вера в сердце, а это религия. Нашли в чем соревноваться. Участь одна все равно. Так как в Писании ясно сказано. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, ему уверовали во Христа Иисуса, чтобы продаться верой во Христа. А не делами закона. И говорит, делами закона не оправдается никакая плоть. Непонятно, зачем, что это. Ну, хотя, по слову Божьей, ладно, пускай будет. Ну, вот он показали, это вот еще сейчас... А какие комментарии-то не видно? Про которые она говорила-то? Ну, вот это не видно, где там что-то. Так. Ну, она, видишь, не движется, крутится, и ничего нельзя сделать. Ладно, я его выключу, наверное. Включи там. Голос после соши. Ты сама знаешь, как-то кадыр, когда сразу заши, заши. И Володя зашивает себе, где? Подражает ему. Да почему он подражает? Это всегда так было. А чтоб не подражал, ходи дырявый. Да, а Господь сказал, накладывай заплату. Ну, что ли? Вы тут для глаз сделали, витамины сделали, да? Ну-ка, давай, садись. За стол. Молимся. Да. Господи Божий наш, слава Тебе. Отче всех на Тебя, Господи, уповарь. Ты даешь им пищу, им благовременье. Погрымся, чтобы записалось. Отвязай, что Ты щедрую руку Твою исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно и вовеки леков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. За море, ты причисти и матери всех святых Твоих. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божий мимостей будет не грешен. Господи, помилуй меня. Вечеславец и грешил, Господи. Прости не грешен. Помилуй. Садись, сестра. Нам надо вытереть, Володя, где тряпка. Давай. Руки помыть. Я помыла уже. Я тебя... Все, понятно. Вот на этот ролик что можно нападать? А я уже помыла, Игорь Тихонович. Я уже сходила. Я хочу вытереть из стола. Еще у нас есть такое, чтобы рука-то лицом в грязь не ударить. Давай с вами. Да, я с вами вот это поем, уже не ударите в грязь. Сейчас, Володя, дамся, что тебе там не ударить. Ну, ладно, давай, Володя, в медико. Давай-ка садись. Мы тебя сначала одну поторим, а потом сами. А что, со мной? Давай. Так, ну ладно. Ну, вот дальше-то смотри, как получается. Так. Я думаю, вы их не заметили. Дальше. Очень надеюсь, что вы отнесетесь с уважением и пониманием к моим чувствам. Поближе. Я отвечаю. Игнатий Лапкин. Даже через увеличительное стекло не смог найти ни одного такого комментария. Может быть, это было утром, когда я веду чистку всяких разных? Еще раз посмотрите и по счету сверху скажите, на каком месте эта гнусность записана. А то, если не будет найдено, в воскресенье после занятий тут зайдем и вычистим. Подобные записи у меня не живут долго. Утром уже блокирую подобных. И прошу прощения, если не доглядел. Потому что комментариев много. Да еще и под цифрами, которые нужно тоже открывать. Вот это я и сразу отмечаю. Днем уже вчера это было. Не нашел. Никак, нигде. Пробрал. Время потерял и не нашел. Так она пишет. Галина Загуляева. Хорошо. Сердечно благодарю. Спасибо, Христос. Больше не вижу тех комментариев. Благодарю. Оказывается, я еще утром встал. Она раньше их заметила и думала так. А я-то утром уже убрал. И теперь я их и не могу найти. Побился, побился. Сергей Игнатов. Мир вам. Всех засланных казачков, коммерсантов, появляющихся в нашем сообществе, лично я блокирую. Ворвутся, оставят свой рекламный помет и сбегают. Вот у нас девчонки в лагере были. Это Ливия. Вот это она там все время первые места занимает по музыке. Больше ста грамот. Это ее старшая дочь. Вторая Леонида. Имена-то какие все. И третья там Агния. Ну и Тараси. Это ее ребятишки, она с ними приезжала. Давида-2-2, да? Да. Увидев много снеги, сказал, пойди и приведи бедного. Это вчера я ролик назвал. Один заходил, и вот такое место открылось. Вера М. Мир вам, дорогой Игнат Тихонович. Книги получила. Фото сегодня постараюсь прислать. Спасибо с Христос. То есть у меня порядок такой, кто книги выписывал. Когда книги дошли, они должны с ними сфотографировать. Сфотографировать все. Ну, сейчас я покажу, о ком она пишет. Перфильевы. Видно или нет. Вот она. Ребятишки получили. Новый Завет взяли в руки. Там мужчина какой-то стоит. Кто он, я не знаю. И вот все держит. Вот второй вот как выглядит. То есть поставили уже ребятишек. Пятеро ребятишек. Кистину православия мальчик держит. Новый Завет. Сама довольная. Платочки. И вчера вот еще получил. Тоже получили. С другого места. И вот. Фотографировались. Это Новый Завет. Впервые за две тысячи лет. Издан такой. Полное толкование Нового Завета. Три тома. Трехтомник называется. Вместе с Откровением. 297 комментариев. 240 иллюстраций цветных. Ну то есть книги этой нет аналога просто. Нету толкователя где-то. Из тех святых отцов взято толкование. И Кистину православию. Книга эта нелегкая была. 40 лет я накапливал материал и поместил. На все вопросы. О крещении, о покаянии, табакокурении. Там все такое есть. Вот она взяла пять. Повернула так. Чтобы видно было. Ну все. Показать. Вот сказали. Саду раз показали. Показали. Как у нас все не скрывается. Все открыто, чисто. Вот выступает там Смирнов, Ткачев. Там мало ли их священников. Там Осипов. Но сейчас пишут, говорят. Интересно. Говорят так грамотно все. Почему к ним не тянет? Ну почему кого-то и тянет? Да потому что они все время сидят там под часами за столом. А мы все показываем. И людей. Мы открыто и говорим. У них звонок. Алло. Алло. Никого не видно. Кто там из соседней комнаты. Здесь конкретно видно. Вот этот человек. Вот этот баптист. Вот этот, так сказать, свидетель сторожевой башни. И все это здесь. Как включаемые. Как занятия идут. Несогласия какие бывают. Там споры. У них ничего этого нету. Да. Рустам. Выдавливаю из себя психические расстройства души молитвой и постом. А также литургиями. Десять часов богослужения пройдено после последнего чтения Библии. Без толкований на прошлой неделе. Библии без толкований. Не туда слово без толкований ты кладешь. Когда меня пройтюжило, мою душу словно ошпарило кипятком. Теперь я даже знаю точно из-за чего. Да из-за того, что мой лукавый ум уже автоматически трактует писание. Поэтому читаю сейчас толкование Евангелия Блаженного Филакта Болгарского с вашими комментариями. И чувствую себя хорошо. Вышь как даже. До этого никак не мог. И все везде не так. Стал считать. Ты считай только с толкованием. Чтобы он тебя на другое. А его сам автоматически трактует писание. А здесь все. Иногда я думаю, Дух Святой касается моего корня души. И мне хочется плакать. Из-за того, что осознаю, в какую духовную пропасть я шел. Вот уже с 2011 года, когда стал читать Библию. Ведь понимание у меня было совсем искаженное. В этой связи некоторые поступки и многие умствования все это время были у меня антихристианскими. А когда я сказал, считай Библию, Библию считай без толкования, оно вызовет с толкованием. А там дальше это все установится. Никак. Я не могу. Никак. А сейчас вот постепенно доходит. Рахиль. Отец Игнатий, мы с батюшкой говорили о том, что я без покаяния крещение получила. Сказал, зачем мы будем искушать Бога. Ты омылась и очистилась. Народилась новая. Какие же грехи в тебе новой? Ну так говорит. У нас на исповедь идут они. А она беспокоится, что... Даже их крестья, даже полное погружение у них не так. А тут у нас другое. Наталья Чернова. Спаси Христос, Игнать Тихонович. Я не терялась. С огромным удовольствием смотрю ваши ролики. Наполняюсь духовным знанием. Полностью вас поддерживаю. Вы очень проницательно все объясняете. Радуюсь за Володю и Никиту. Они молодцы. Не сворачиваются в пути дороги. Общалась один раз с Мариной Сергеевой и с Галиной Алексеевной. Ну это в леске. Просто в духовных своих знаниях я очень слаба. Поэтому учусь молча, чтобы никого не смущать. Прошу Господа, чтобы только сохранить в сердце твердую веру. Смотрю все ваши собрания и как будто со всеми вижусь. От меня низкий поклон и спаси всех вас Христос. Да, еще иногда с Галочкой общаюсь в одноклассниках. Всегда радуюсь за ее семью. Вот это как раз Загуляева Галина, о которой она говорит здесь. Ну и что она тут? Духовное знание, тут все это. Не терялась. Дело в том, что я тут послал, как спрашивали, поклоны правильно делать. А в конце одному другому человеку написал. Вот тебе считают, что ты потерялся. Давай, я говорю, выходи по скайпу, поговорим. Я не заметил даже, что оно с молитвами туда ушло. А вчера пошли отзывы. Да я не терялся никуда, да я вот рядом. А совсем или это не ко мне. Некоторые догадались, что не в тему вошло. Да не к вам это, это к другому человеку. Игнатий Латкин. Последние две строчки, это не к вам. А просто прицепились они к словам о молитве. Не к вам вовсе это сказано. Добрый плотник. Дорогой Игнатий Тихонович, для моей семьи это честь. Ваша молитва о нас. Видишь, как какую честь. Для моей молитвы это семьи честь. Вот я говорю, эти там говоруны бывают. Понимаете, какая это похвала. Перед Богом, при том, это все по благодати. Не за деньги же это пишут. Перфиловы, спаси вас, Христос. Бог даст, еще книги ваши закажем. То есть они получили, вот сейчас мы, женщина там с ребятишками. Смотрим ваш канал, как стакан живой воды. На многое пересмотрели свои взгляды. Спасибо. Понимаете, которые нападают, а то как-то вякают. Они же ничего не имеют. Или священники СД, на букву ЗДС. Очень довольны. Стараемся читать каждый день. Игнатий Лапкин. Вместо безбожного спасибо, верующие говорят всегда так. Спаси Христос. Видишь, попутно на учение идет. Гусейнов Рустам. Он первый берет, и у него получается гу-ру. Вот так вот, везде подписывает. На прошлой неделе, на одной из литургий, в соборе, одна бабушка, которая собирала деньги у прихожан, из-за того, что я не положил ничего, крикнула при всех мне, сдохни. Понятно. Милостыни. Он не подал там, она сдохнет. Что, не положил деньги. Вот он теперь, давай думать. Я сейчас думаю. Тоже мне еще новость. Тоже мне еще новость удивила. Удивила. Я для этого мира сдох уже. Не в обеду взяла. Что она, ничего ты нового не открыла, я давно сдох. Вот как надо рассуждать. Извините, моя мать лютует против меня. Сейчас из-за бороды. Вот понимать, что это южные народы, какие они горящие. Представь, мать. Раньше она тоже гнала меня, как только я уверовал. Даже кидалась ножом на меня. Представь, мать с ножом на сына. Вот у нас в матери, нас 10, 5 сыновей, 5 дочерей. Она как царица была. Мать с ножом, нам это вообразить нельзя даже. Даже мать сказать где-то, и только она воздохнет, там пойдет, поплачет, помолится. Вот все-таки, как говорят, менталитет народности. Сейчас восстало против. Ставят ультиматумы. Как лучше быть, Игнат Тихонович? Помолитесь за меня, пожалуйста. Естественно, брить бороду я не буду. Буду молиться. Нет смысла концентрировать свой гнев на конкретно одного человека. И пытаться дистанцировать его от себя. Потому что рогатый все равно будет калибровать через других людей. Будет пытаться воздействовать даже через близких. Наша война не против плоти и крови, а против духа злобы поднебесной. Вера Митрохина. Мир вам, Игнат Тихонович. Спасибо вам, что подписали для меня книгу. Просят подписать на Новом Завете трехтомник. Я нигде не подписываю. Это слово Божие. Вписывая на православие, это моя книга, я ее подписываю. Какие слова там? Те слова, что вы написали, это мое желание служить Господу моему. Я так хочу научиться жить для Господа и молю Его, чтобы Он вел меня по моему жизненному пути. Передайте Володе спасибо, что отправил книги. Спасибо, Христос. Сначала спасибо, потом спаси Христос всегда вспомнила, что уже она не может открыть. Да откроет она. Она постояла, подергала туда. Ну давай, заходи, стояй. Видишь, как она с радостью идет. Вы то ли не замечаете кошка. Она не может открыть. А маленькая открылась. Да может она, может. Просто она это долго делается. Ну ладно. Смирнов Дмитрий. Иной Тихонович, мир вам. Можно вас попросить отправить мне почтой штук пять книг Евангелия Красная, которую вы раздаете. Я заплачу. Деньги на карту переведу. Сколько скажете. Иной Тихонович, простите, что написал вам выше. Вы как-то говорили про эти две буквы ДС, Дьявол и Сатана. Да, так и есть. Они сидят во мне. Пощусь шестнадцатый день, а вот молиться не могу. Помосты дурные одолевают меня. И не запоминая молитвы, с монитора компьютера читаю, поклоны земны делаю, а мысли в голову лезут, не дают творить молитву. Молить слух. Слух надо молиться. Но я сдаваться не собираюсь. Тяжело одному поговорить даже несколько. Понятно, куда мысли какие теперь одному надо. Он не знает, что там еще крепше будет. Смотрел я Сергея Козлова парализованного, а потом и на вас вышел год назад. К бороде, как вы сказали, не прикасаюсь. Вон какая за год уже выросла. С сайта вашего скачал аудио начитанные Евангелия. Слушаю. Спасибо, Христос, за труды ваши. Я занимаюсь по дереву, вырезая посуду, ложки деревянные, для туристов на лето готовлю и слушаю ваше аудио. Знаю, что надо позвонить вам на скайп и поговорить, но на камеру пока не решаюсь. Может, потом после очищения постом решусь и позвоню. Нужно задать вам вопросы по крещению. Я бы хотел принять крещение у вас в Потеряевке. Помолитесь обо мне с братьями. Может, мне легче станет, а то совсем невыносимо порой бывать с демонами, со своими бороться. Это, наверное, что я не крещеный? Мама говорила, что меня в трехлетнем возрасте крестила какая-то бабушка. Как? Разве бабушки могут крестить? Вот я и прожил, безбожно, 36 лет. Места себе не находил. Пока не нашел вас. Теперь-то все и стало проясняться. Игнатий Лапкин, пока по скайпу не переговорим, ни о чем разговора не может быть. Тем более о приезде к нам на крещение. Ну да, кого? Я с кем разговариваю-то? Никого не вижу. Так, закрыть. Вот, та выскочила. Кошки с подпола вылазят и тряпочку отодвигают, и тогда оттуда дует. Сама пошла, просятся. Екатерина Теникова. Спасибо, Христос, Игнать Тихонович, за материалы. Они очень озидательны и полезны. Интересно, как она это пишет, Екатерина. Тоже, думаю, последние две строчки-то. Владимир Г. Игнать Тихонович, вы говорите, что в Тирасполе были. А есть видео по этой теме? Игнатий Лапкин. Видео по библиотекам мира есть, но не все. Про Тирасполе не могу сказать. Точно только то, что мои 38 книг там есть. Евгений Трапко. Детское крещение полным погружения. Но в какой очень грубой форме все священник совершал? С третьей минуты 50... 50 минут... Посмотрите. Мне показалось все это в очень грубой форме. Мальчик еле влез в купель. Вел себя спокойно. Зачем было применять силу и в грубой форме окунать его в купель? А у него аж попа вверх подпрыгнула, когда священник силы на него надавил. Какая попа, я сказал, нельзя. Сосуды везде, все большие гаражи, дома все большие. А купель сделать, даже залезти нельзя. Дальше крестил девочку крещением с птичьего полета. В грубейшей форме посмотрите. Оставьте свой комментарий. Ну, это в Израиле там пишет. Наталья Усатая. Мир вам, Евгений. Смотрел этот ролик два месяца назад. Так и есть. Это так называется полное погружение. Мне кажется, из-за плача девочки священник раздраженный стал, но не подавал виду. Мальчик хорошенький, хорошо себя вел. Жаль, что так. Дети очень чувствительны. И если священник не расположил к себе ребенка, не поговорил с ним, то такой результат. Сергей Попков. Крещение есть погружение. Погружение не было полного. Поп создает видимость погружения. Видите, хотя у них разговор-то идет, это называют чат. Не люблю это, но сообщество которое. Вот они, сейчас тема погружения. Ну, да я потом скажу свое слово. Евгений Трапко. Общины нет. Вот и весь ответ. Все друг другу чужие. Как так можно было крестить без наставления? Мальчик уже взросленький. Надо было как-то его сопровождать при крещении. Зачем силу применять? Объяснить мальчику, что когда священник положит на него руку, под легким действием руки опускаться саму в воду. А священник его силу в воду затолкал. У него аж попа, как поплавок, наверх вылезла. А про девочку вообще молчу. С птичьего полета прямо в воду. А если бы не рассчитал расстояние, и ребенок ударился бы головой об купель. Ну как так можно? Что за варварские действия? Видите, вот показывая там, ролик поставили, посмотрел я. Ну действительно так. Я не знаю, какая причина, что священник так не занимается совсем. У нас тут крестили, но опять же в озере. Представь себе. И маленький ребенок. Отец его передает. Он подносит прям рядом. Священник его берет в руки. Уговаривает, стоит его. Теперь обкунается там, буквально вместе с ним. Потом передает, и уже ребенок из воды еще не вышел, уже смеется. Ну, семья баптистская крестилась летом. Валентина Сартисон. Ничего грубого не заметила. Священник очень решительный, не церемонился. Видишь, как понимают, по-другому. Дети в основном всегда плачут при крещении. Родители не подготовили ребенка. Да и сами видно, никакие. Неверующие. Плохо, что купель маловато для уже большеньких детей. Даже для детей маловато. При мне крестили Степа Устинова в Потеряевке. И он так же плакал и выкручивался. Но батюшка, отец Яким, очень решительно окунул его трижды в озеро. И никакой беды в этом нет. Интересно, Василий Великий, как ребенок плачет. А он, говорит, самим плащем выражает искренность молитвы. Евгений Трапко. Так мальчика он тоже грубо крестил. Третий раз буквально вдавил его в воду силой. Он аж испуганно на священника посмотрел. При крещении мальчика никак не руководил. Мальчику нужно было объяснить действия наперед. Такой метод крещения я не воспринимаю и не одобриваю. Кто же крестит в купель с птичьего полета? То есть сходу берет его и... А если бы девочка ударилась об край купели головой? Лучше всего крестить в реке. Много пространства. И даже если это будет с птичьего полета, то безбоязненно. Что не ударишь ребенка об край купели. Пусть ребенок бы еще подрос. Зачем все эти трюки птичьих полетов в крещении? Девочка явно не была готова к крещению. А мальчик был спокойный. Интересно. Я говорил, что она в полное погружение. И священник крестит девочка. Большая уже. Шесть лет примерно было. Я даже могу сказать где это. В каком городе. Во Фрунзе было. И он пришел и говорит. А уцепилась за край. За это. И никак. И он ее рукой-то давнул. У нее так как руки-то отпустились. И он сломал ножку ей. Представьте. Ну я заплатил. И то другое. Говорю. Так это может быть хромота на всю жизнь. Да как так? Во время крещения сломать ножку девочке. Даже вообразить невозможно. Ну а теперь он в Дивеева служит. Крещение-то простое. Простой такое. Ну. У нас одна была крещение принимала здесь. И когда покружаться надо. Ну ей уже под 50 лет. Она уперлась. Как на столбах стоит. Батюшка сила ее. Потом спрашивает. Почему уперлась? Она не может сказать. Какой-то грех. Колени перестали подгибаться у нее. Валентина. А потом разговор с ней был. Да к чему у меня недействительное крещение? Ну он тебя загнал в воду. Вдавил буквально в дно озера. Почему она не знает? Валентина Сортисон. Да и некоторые взрослые при погружении пугаются. И стараются побыстрее выскочить из воды. И батюшке тоже приходится применять силу. Хотя перед крещением получают некоторый инструктаж. Так что не стоит особо паниковать по этому поводу. Беда в том, что родители не научены батюшкой. А родителям предстоит еще учить крещеного ребенка. Ну вот я приехал крестить. Искали долго в полное погружение. Обратился в мой доме еврей. Борщуков Наум Израилевич. И нашли мы. В околе Москвы. Дача писателей. Переделкино. И там храм во имя Филиппа. Митрополита. Мученика. Ну и там отдельно как бы такой уголок. Большая купель. Вниз входишь туда. Там можно сразу несколько человек. И все. Вода чистая, чистая. Но видать. А священник на той стороне он не видит. Раздевается до гола. Ни одной на нем митечки нету. И я с ним как крестный остаюсь. А священник на той стороне под ширмой. Рука вот такая одна торчит. И он за голову его задевает. Она в уровень. Ну может быть сантиметров на 10 выше. Бортику это. Ну все рассказал ему. Но одного не сказал. Ты, говорю, погружайся, чтобы на дно ушел. А он спортивный такой. Он ноги обхватил. Согнул их ноги. Обхватил руками. Сел под водой и сидит. А под водой сидит и пузыри не пускает. А священник руку держит. Думаю, как же я ему не сказал. Только попнись и назад. А тот думает, как лучше сделать-то. Ну и вынырнул, когда священник опять во имя сына. Он ушел, опять сел. А когда говорить? Вот тут мне некогда говорить-то. Это никогда так. Больше никогда мне не приходилось этого видеть. Вот даже к крещению как. Видите, какие разные мысли приходят. Евгений Трапко. Ссылка. Наталья Усатая. Это наполовину погруженные дети. Как в таком крещении могут прощаться грехи? Евгений Трапко. Вот ролик полторы минуты. Священник наставляет маленького мальчика, объясняет ему действия наперед. И очень мягок с ребенком. Вот так и надо крестить. Никакого применения силы нет. А мальчик примерно такого же возраста, как и тот мальчик. Валентина Сартисон. Бывает всякое. А руки также остались на поверхности. Вот это никак. Бывает, хватается за что-то. Батюшка руки им сразу убирает у нас. Рука осталась на вождях. Ну, воровать будет рукой. Рука не погреженная. Ой, боятся как. Опять спорный вопрос. А девочку не могли уговорить даже родители. А тем более чужой бородатый дядька. Похоже, ребенок увидел его впервые. В кабинете у врачей дети так же брыкаются и не хотят рот открывать. Сколько бы их не уговаривали. Наталья Усатая. А особенно при подготовке к операции. Анастасия. Ну, это вы перегибаете. Душа предстанет пред Богом. А ей Всевышний скажет. Твои грехи не прощены. Ибо твои руки не были под водой в момент крещения. Это уже берет лишнюю душу. Бог ответит. За Бога уже отвечает. Нам не надо полное погружение. И весь ответ. А что Бог скажет? А сектанты львут. Вот придем. И там вы будете говорить. А как вы попали? Да как вы попадете еретики? Никак вы не попадете. За Бога отвечает. У нас правило. Должен быть человек полностью погружен. И весь ответ. Неправильно. А прощенный, не прощенный, теперь уже говорить не знаем. Смотрела крещение младенца в Барнауле. Ребенок барахтался ножками. А ножки в момент погружения закрыты батюшкиным одеянием. То есть закрыты, не видно ей было. А вдруг ножка в этот момент из воды высунулась? Ну если из воды, так она под водой была уже. Высунула вдруг. Из-под воды высунулась она. Некрещенный, непрощенный ребенок. Валентина Сартисон. Так вот и я о том же. В первом случае попка высунулась из воды. Из воды, значит под водой она была-то. А тут руки остались неомыты. И как следует считать, было ли крещение? Я полагаю, что было. Да, то есть крещеная, рука некрещенная. Так и говори как есть. Зачем вы думаете? Евгений Трапко. В Австралии где-то на дому крестят. Интересная обстановка. Валентина Сартисон. Наш батюшка так же крестил в бочке для сбора дождевой воды. Я дважды бывала при этом восприемницей. Я готовил этих людей. Конечно не 500 часов, а значительно меньше. 500 часов это у нас в университете мы готовили. Такой срок был. И по моему настоянию батюшка мне уступал. Но эти люди прежде не были моченые. Из католиков, лютеран, он крестит мочением. Но я в этом не принимаю участия. Крестить полное погружение мочением. То есть попы лукавые, лукавые просто. Зная мое мнение, меня при этом игнорируют. Владимир Г. Понял. Спокойной ночи. Спаси нас Христос. Смотрел сейчас ролик, как вы брату и сестре сон рассказывали про эти три змеи. Вы как в воду смотрели? Ну, это Таня пошел к Виктору и когда увидел. Я отвечаю. Игнатий Лапкин. Сны рассказывать так, чтобы прийти к людям и про них же и рассказывать? Такого больше я не припомню. А тут сразу аж... После ночи пришел к ним, помолившись. Владимир Г. Игнатий Тихонович. Я мечтаю, чтобы меня так воспитывали. Хотя мне уже 56 будет. Но я когда смотрю ролики и вы обличаете, то ли сестру или брата, не всем это нравится. Посмотрите ролик, где вы наказываете за гвозди, которые забивали в деревяшки, делали кораблики. Вот там я заметил обиду сестры, которая разрешила забивать гвозди. А кто разрешил? Ну, кто-то разрешил. Но я не помню. То ли Галина, или кто-то, я сейчас не знаю. Вот там она должна была отогнать сатану от себя молитвой и поблагодарить вас за обличение. Это девчонка была нынешней. Гвозди набьет, бьет и бьет везде гвозди. Ну, пришлось все гвозди спрятать от нее. Не могли еще сделать. Но это все копилось у нее. Все. Результат налицо. Я не хотел говорить сегодня по скайпу. А здесь скажу, что увидел. Это божья работа. Ну, и когда строил ковчег, я уверен, что у него были противники и делали как бы зло. Я уверен, вот это, я уверен, вот это. Ну, то есть он был там, помогал и видел это. Уверенно. Признаем ковчеги. Перепиливали бревна, чтоб навредить. Ну, перепилили бревна. А Бог им давал на ум. И они пилили те размеры, что надо было для ковчега. Мудрость Божия – это сокровищница. Аминь. Ну, мы не можем сказать. Ничего мы не знаем. Про то, пилили во вредное. Да чего ради-то бы они? Они работники были. Они работали. Войны с ними не было. Это если бы они воевали, они как-то бы замазали, где перепилили. Это, ну, просто воображение есть. Ну, и дальше наши ресурсы показать православные. Вот она. Это у нас мой мир. Я очень люблю эту систему. Так легко в ней работается все. Вот. Надежда Василина стоит, голову подняла. Галина около нее. Вот так занятия идут. Это один ролик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот что-то... Вот. Что-то дернулось. А, оно на это... Ну, вот, короче, вот столько сегодня уже поставлено было. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все за... Ну, одиннадцать – это она закачивает сейчас у меня. Сколько она уже здесь? Пятьдесят один процент. Пятьдесят один процент только закачала. Это ролик составил Виталий. Калиников, община, кисть, кисть Винограда Христова, рождение свыше. Ну, сегодня он уже будет. Уже стоит у меня на открытый. Я снимаю только замки. И что сказать у нас? Вот. Форум наш. Сегодня что у нас тут пришло? Сколько? Можно узнать. Так, медленно закачивается. О, 443 человека за день зашло. В два раза больше, чем вчера. Ну, это непонятно почему. С чего ради тут? Откуда? Кто-то где-то работает. Выступил Дворкин против нас. Ровно в 20 раз увеличилось на следующий день. Любая антиреклама – это есть реклама. Вот он наш форум. Как он выглядит? Пожалуйста. 2950-й день. Православный форум. Ну, и дальше что у нас? Дальше у нас этот... Наш видеоканал. Канал я сейчас покажу. Ну, если-то протянет только где-то, как он выглядит. Приходится терпеть, ждать. Ну, никак, потому что там идет заказчика. Вот он, как православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. И вот эти 10 роликов я ставлю сюда. Отсюда каждое утро, ночью перетаскиваю туда. Ни копирование, именно полная, не ссылка, а полное копирование, или, как сказать, заказчика. И у нас большой православный библейский сайт. Очень большой. Сколько всего есть? Вот и 50 книг, примерно, только насчитанные. Сколько там время? 50 минут. 50? Да. Ну, тогда на этом все показать, что у нас есть. А где Паль, это? Покажи мне ее. Вот это, что у нас? Рыжая пришла. Рыжая сидит рядом с компьютером. Паль, где наша Паль. Ну-ка, поищи, показать надо людям. Паль, вот она сзади бежит. А, нет, это рыжая бежит. А у Надежды Васильевны там буса, их мир не берет. Я ее туда даю. Вот, Надежда Васильевна тут, слушатель наш. Не знаю. Все в больницу. Володя сейчас насчитывает. Ну, что, нигде нету, что ли? Нету. Она оттуда вылазила, да? Ты рыбу покажу, конечно. А ну-ка, открой оттуда. Покричи туда, там может быть она под полом. Паля! Постучи палочкой, там что-то учить надо каждый раз. Паля, паля. Нету, нету, закрой. Значит, где-то она здесь. Где она, кверху залезла или куда? Там, посмотри. Она боится, что тебе, ты ее прятать будешь в погреб. Под пол. Там они. Паля! Вот интересно. Показать, Паля, все выздоровело полностью. Теперь причина, а одна версия осталась, что она разбежалась. Вон она, сзади вылазит, смотри. Она под полом была. Володя, ну быстренько возьми ее сюда. Вот, Паля, Паля, Паля. Возьми ее. Вот она, пушистая какая. Ну, ты закрыла, только твои рукава и видать. Ну, как-то возьми так, чтобы она на стул хотя бы посади или что. Отдельно. Вот она пришла, погладь ее. Паля, Паля, Паля. Вот она. Видишь, какая красавица. Ударилась, разбежала, тут сыграла, бусы было. И ударилась головой. Ну, везде же, палки стоят вот такой. Я палочку, я видел, как она ударилась. И дальше прыгает 2 метра высоты. И, видимо, ноги подогнулись, и она упала. У вас палец перекрывает. Палец перекрывает. Ну, вот она где, видишь, как. Вот все на сегодня у нас. Голубей. Еще я пока не могу. Ну, попутно даже можно показать. Володя, подойди-ка сюда. На. Я попутно подниму, покажу. Варить, а то поздно. Я сейчас не выпустил. Только 2 минуты не варить. Ну, не люблю это. 2 минуты и какие разговоры здесь показывают. Никогда не привыкаете. Сказали, тут всего ничего, приподнять только. Вон туда сделай, где она. Видно или нет. Еще не видно, да? Да. Вон она сидит одна на яйцах. А вон он голубенок. Они что-то плохо кормят его. А вон где, хозяин-то? Вон он. Видать, нет? Где? Право в виду. А, ну да. Видать его, да? Да, да, да. Это самец где-то. Вчера залетела одна тоже дикая. И у ней 2 хохолка. Очень редкие. Мне пришлось ее сюда прийти, закольцевать. И унес туда голубям. Постараюсь потеряевку отправить. Вот она сидит. А ну-ка я попробую. Да, нет она мне? Посмотрите, яйца. Она все с одним яйцом была. Ну-ка посмотри маленько. Маленечко дай-ка. Чуть-чуть, подожди. Все, все, все. Видно, видно, нет? Да, 2 яйца. 2 яйца, все. Ночью снесла. Ничего, ничего. Садись, садись. Садись, садись. Посмотри, как садится. Она, гляди, шевелит. Ну-ну-ну. Все, ну и заворщала. Ничего не трону. А тут лежит. Она неплохо кормит или еще. Ну, дело их такое. Искусственно кормить не буду. Это много времени. Вот так, все на этом. Еще я там пока.